Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 12 июля, Православная Церковь совершает память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Петр и Павел – два столпа веры, два диаметрально противоположных характера. Вдохновенный простец и неистовый оратор приходят к единому окончанию своего земного пути. Петр первоначально назывался Симоном, имя Кефа, то есть Петр – еврейское слово, означающее «скала», «камень», было дано ему самим Христом. Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного. Неотягощенный образованием или ученостью, Петр был очень простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере горячность. Для него была характерная речь, побуждающая к немедленным действиям. Петр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос, и это было одно из первых чудес. Петр участвовал в чудесном ловле рыбы, когда после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа, сети рыбаков наполнились рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент Петр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся в священном благоговейном страхе, стал умолять Христа, «Выйди от меня, ибо я человек грешный». Апостол Петр вместе с Иоанном Иаковым были свидетелями преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время его страданий в Гефсиманском саду. Там горячный Петр отсек ухо одному из стражников, пришедших схватить Христа. Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от него, и отрекся несколько часов спустя. А потом к нему приходит осознание совершенного, раскаяние и горькие слезы. Петра называют апостолом надежды христианской, ведь он находит в себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знакомой всем нам слабости. И после покаяния именно его Господь трижды утверждает в апостольском звании словами «Паси овец моих». Апостол Петр I содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святаго Духа, произнеся сильную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив три тысячи душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще пять тысяч иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра, была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их. Павел, по нашим понятиям, совершенно противоположен Петру. Сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик известного иудейского законаучителя Гамалиила, книжник и фарисей. Молодой Савл, видимо, готовился к должности раввина, религиозного наставника, а потому, сразу же после окончания своего воспитания и образования, он проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителей веры Христовой. Может быть, по назначению Синедриона он стал свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске. Господь, усмотревший в нем сосуд избранной себе, на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» На вопрос Савла «Кто ты?» Господь ответил «Я Иисус, которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе. Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной город Тарс. Отсюда около 43-го года он был вызван в Арнаву и в Антиохию для проповеди и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привел помощь нуждающимся. Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого еще 30 лет апостольского служения. Пережив личную встречу со Христом, Павел свидетельствует о нем перед народами. Он совершает несколько миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и терпит гонения. Он основал множество поместных церквей, к ним он и обращает свои знаменитые послания. Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним столпом церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых святителя Григория, митрополита Ироклийского, преподобного Паисия Святогорца, совершается празднование иконе Божией Матери Касперовская. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства, особенно хотелось бы поздравить жителей Санкт-Петербурга, Петропавловско-Камчатского и Петропавловско-Казахстанского с днем небесных покровителей этих славных городов. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok